Что они могут сделать, это, как недавно в Днепропетровской области, подбросить гранату. Пользуясь случаем, хочу публично сказать, никаких гранат, пистолетов, никакого оружия, наркотиков никогда у себя не держал и в руки не брал. Поэтому, если объявят, что у Каноновича что-то нашли, это неправда. Я законопослушный гражданин. Предъявить мне нечего. Разве что сфабриковать. СП, вам, кажется, ставит в вину еще и гуманитарную помощь, которую вы с братом возили в Луганск. Да, мы передавали луганчанам гуманитарный груз от русской общины Волыни, от комсомола Украины. Когда узнали, что железнодорожное сообщение Киев, Луганск в конце октября отменяется, решили сесть в этот символический последний поезд. И отвезли гуманитарный груз противопролежневые мази, инсулин, очки для Луганского городского центра реабилитации детей и инвалидов. Состоялась пресс-конференция. Она получилась очень эмоциональной, потому что мы проехали по Луганску и увидели, что украинские войска натворили в городе. Нам потом хотели приклеить ярлык под лицов сепаратистов. Но мы ведь абсолютно легально купили билеты в кассе, уведомили соответствующие службы, загрузились, приехали этим последним поездом. Возвращались мы уже через территорию России, в целях безопасности, потому что тербатом пошла команда, была ориентировка после пресс-конференции. Нас ребята предупредили. Во всех этих батальонах есть не только откровенные фашисты. Армия небольшая. Грубо говоря, все друг друга знают. И нам сообщили, что лучше не ехать через блокпосты. СП не думали над тем, чтобы уехать из страны, не подвергать риску себя и семью. Я этнический белорус. С момента переворота около 10 человек убежали с Волыни, спасая свои жизни. Коммунисты и антифашисты. И все они обращались ко мне. Я помогал им адаптироваться. Я, как капитан тонущего корабля, не могу раньше других сесть в шлюпку и спасаться. В антифашистском комитете около 500 человек. Как я брошу людей, которые мне доверяли. Мы можем собираться какими-то летучими группами. Не публично. В 21 веке компартия, которая есть в каждой стране мира, здесь, вне закона. Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года организация «Правый сектор» признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. Примечание. Ред. Фото из семейного архива. Братья Канонович в Брестской крепости.